Представители знака Зодиака Скорпион, Скорпионы мои дорогие, здравствуйте! Таро Расклад, август 2024 года, события на пороге, события с первых дней месяца и три главных события. Давайте узнаем, что подскажут карты для вашего знака Зодиака. У нас сегодня две колоды, изображения которых подаются с позиции позитивной психологии. Таро Ангелов и колода 78 дверей, где принципиальное значение имеют двери открытые, закрытые, каков ключ, как его подобрать. Кому более интересно, я приглашаю вас на свой сайт прочитать планетарный гороскоп, там для всех знаков Зодиака в одной статье. И есть ссылки на видео для координации ваших планов и то, что нам обещают где-то звезды. Мы же идем вперед. Я ссылку оставлю в описании под видео. И кому действительно интересно, перейдите на сайте. Разные статьи есть и по психологии, разные гороскопы. Чем-то вдохновитесь, я так надеюсь. Итак, рассматриваем месяц. Много карт перевернулось. 15-й старший аркан, мы его называем дьявол, в этой колоде карта Эго. И здесь нужно разграничивать иллюзии от того, что есть на самом деле. Мы что-то хотим осуществить, но наши реальные возможности и обстановка, безусловно, вокруг. Мы можем чувствовать себя где-то заложниками какой-либо ситуации. И для нас будет очень важно самим себе, с одной стороны, не создать барьеров. Клетка, которую держит ангел, посмотрите, он как раз птицу выпускает. Вот для нас нет барьеров, а кроме тех, которые мы сами себе создадим. И карта где-то нам тоже говорит, вот в реалистом быть стоит. Почему? Потому что по 15-му аркану всегда идет какая-то игра. И если мы где-то замечтались, или мы настаиваем на своем, мы не видим альтернативной точки зрения, или каких-то альтернативных возможностей, и игра всегда может перейти в опасность. Будьте внимательны, баланс держать придется. Карта обучения, тройка земли, может быть, вы будете чему-то учиться. С другой стороны, это карта сдачи экзаменов. У кого-то экзамены конкретно поступаете вы, возможно, или наоборот, завершаете какие-то курсы, обучение. И в последующем карта говорит, что ты тому, чему ты учился, можешь переложить на практику и заработать на этом деньги. Или жизненный экзамен, какую-то ситуацию вам точно нужно видеть хладнокровно, ясно, быть искренним самим собой. Вот об этом нам где-то карты. Итак, первая карта. Теперь достаю я сама. Что придет? Август месяц. Что же придет для скорпионов? А что уйдет? Что будет продолжаться? Имеется в виду, уйдет. Возможно, вы решите какой-то вопрос и расставите все точки над И. Или действительно что-то уходит. Идем дальше. Чем не соблазняться, мои дорогие? На что соглашаться? И чего опасаться? Такие вопросы. Я несколько изменила видео. И три главных события на колоде 78 дверей. Чего это будет касаться для вас? Каковы события? Первое событие. Может быть, сфера жизни. Или конкретное событие. Рассмотрим второе. И третье. Что же придет? Какие энергии для вас предпочтительны? Это туз жезлов. Это решение ваше. Или это ваша решимость. Нам показана девочка, ребенок. То есть это может быть как у кого-то новая должность. Или вы меняете свой образ жизни. Вот, кстати, тоже может такое вполне быть. Это где-то возможность сама по себе. Мы по этой карте делаем что-то как креативен. Или мы делаем что-то не так, как прежде. Это карта создания чего-то нового. Или какого-то нового проекта, в котором вы можете участвовать. И карта действий. И как будто благословляют высшие силы. Ангел стоит на заднем плане и действительно поддерживает эту девочку в начинаниях. Вот это именно начинание. Может быть, ничего глобального вы на августы не ставите. Но, видимо, в любой сфере жизни может проиграться тот факт, что вам придется действовать как-то по-другому. Иначе, как вы действовали раньше, так как будто никуда не пойдет. Или не будет иметь какое-то дело прогресса. Или отношения. Вам придется где-то себя менять. Или изменять что-то вокруг, как ваша работа. Или, быть может, это по части зарабатывания конкретно денег. Иногда Туржезлов говорит именно о деньгах. Какая-то денежная ситуация. Вопрос, который вы можете тоже как-то решить по-другому. Я бы сказала, у кого финансовая брешь, тут может быть важное решение по части работы. Или откуда к вам приходят деньги. Каким образом их заработать. Вот такой тоже может быть момент. А что же уйдет? У кого-то может быть период связан с отпуском. Потому что восьмерка земли или восьмерка пентаклей у вас как раз попадает в значение, когда мы, в принципе, как будто не работаем, что уйдет. Может быть, у кого-то с учетом Туза Жезлов будет как раз и означать смена вашей работы. Или, может быть, где-то вы хотите поменять статус, занять другую должность. По этой карте мы, когда много еще работаем, нам об этом тоже говорят. И, возможно, вы будете пересматривать свой график работы. Что-то у вас здесь будет меняться. Здесь говорят в этой карте внимание к деталям. И, может быть, вы что-то изучите и становитесь больше экспертом. Давайте посмотрим, что же будет продолжаться. Или вы решаете, опять же, какой-то финансовый вопрос, закрываете его. Потому что либо новые возможности, либо, вот как я говорила, есть какой-то вопрос. У кого-то может быть связанный с кредитом. Надо рассчитаться. И тогда вы найдете новый способ заработка, чтобы это как-то быстрее осуществить. И что будет продолжаться. Все то, что я говорила, правда, от вашей решимости, готовности. Либо менять себя, либо менять жизнь. Либо менять какую-то финансовую ситуацию. От того, как вы найдете нужную информацию. К чему вы сами будете готовы. И насколько вы будете активны. Причем нам не говорят, что мы кому-то что-то доказываем. Нет. Тут больше все действия направлены именно на вас самих. На то, что вы с чем-то определяетесь. И вторит этот ведь второй туз. Вот что-то очень значимое у вас будет в августе месяце, мои дорогие скорпионы. И туз земли. Вот особенно в этой колоде. Обратите внимание, здесь девочка, здесь мальчик. Он улыбается и книжку держит. И это, знаете, как удовлетворение от жизни. Это когда изобилие есть. Когда мы довольны именно в Пентакле. Да, какой-то, правда, денежный вопрос у вас становится на прогресс. И это какое-то начало. Сами по себе. Как ваши важные решения и возможности и в данный период времени, в августе. И то, что будет продолжено с хорошим прогрессом. Возможно, вы будете еще в последующее время чему-то обучаться. Что-то узнавать. Согласовывать. Но для вас совершенно новая концепция может быть заработка. Вот. И это происходит, как ни странно, в августе. Чаще август у нас, когда мы больше расслаблены или отдыхаем. Нет. Все то, что касается денег. Посмотрите, по сути, все три карты. Пусть у нас они в разных номинациях и в разных энергиях. Но они где-то нам говорят, что какая-то новая совершенно стратегия по работе, по достатку, по тратам, по заработкам и новые возможности. Давайте мы узнаем, чем не соблазняться, а быть осторожным. Потому что, возможно, не одно предложение, а два. Карта партнерских отношений. Но у вас выпадает, чем не соблазняться. И значит, как минимум, кто-то вам будет что-то предлагать, рассказывать какие-то сказки. Скорее всего, для вас нужно быть реалистом. Для вас придется просчитывать, не доверять услышанному. Если вам кто-то обещает быстрый прогресс, или вам кто-то льстит, или говорит, что я тысячу тебе процентов даю, что это дело будет прибыльным. Мои дорогие скорпионы, вы же знаете, вы очень мудрые и интуитивные люди, что доверяй, но проверяй. Поэтому какие-то партнерские отношения вы подвергнете проверке. И вы явно, ваша интуиция вам будет подсказывать. Нет, стоп. Я сначала найду какую-то дополнительную информацию. Вот будьте внимательны. На что уже соглашаться? На свою мечту. Оттолкнуться от своей мечты. Нулевой аркан, так мы его называем, шут или дурак, а здесь мечтатель. И ангел стоит как будто за спиной у этого маленького ребенка. Посмотрите, сколько у вас как бы детских карт нам о чем говорят. Это в самом начале какое-то вдохновение, которое вас приводит к прекрасным результатам. И сама по себе карта начала веры и защиты одновременно. Вот в этой колоде это называется так. Вот на что соглашаться? На то, что может быть не очень ярко блестит, но будет значимо и продолжится долгое время. Может быть на какой-то жизненно важный союз с человеком, который играет большую такую весомую роль в вашей жизни. Может быть на согласиться на чью-то помощь, когда к вам кто-то приходит на выручку, на поддержку. Или все-таки помоги себе сам. Я чаще от этого отталкиваюсь. Мечта – это ведь очень важно в нашей жизни. Когда мы перестаем мечтать, это точно мы выросли. Но пытливый ум, он как раз ведь у нас где-то ознаменует, в каком мы возрасте по-настоящему. Я имею в виду не то, что в паспорте прописано, меня смотрят люди разных возрастов. А то, что называется любопытством к жизни. Не к соседу, нет. А именно, когда нам что-то новое интересно. Нам интересен разный кругозор. Нам хочется видеть больше горизонтов. Может быть нам хочется путешествовать. Или есть та мечта, о которой вы всегда хотели ее осуществить в реальности. Самое время вспомнить, насколько какие-то предложения согласовываются с тем, что вам подсказывает душа. Правда, тут самое начало чего-то. Кто знает, может быть, это и касается личной жизни. Какое-то знакомство. Нам об этом, правда, не сказали, потому что более какая-то материальная плоскость у вас. Но и отрицать я этого не могу, поскольку старший аркан. Иногда он об этом говорит. Чего опасаться? Импульсивности. Папажу Жезлов – это сам по себе импульс. Или когда, знаете, энтузиазм, который граничит самоуверенностью. Самоуверенность, точнее, это хорошее качество. Но иногда оно переходит грань самонадеянности. И нам сказали все-таки не замечтаться нулевой аркан, хоть ангел нас сопровождает высшей силой. Но все-таки мы не должны оступиться. Правда. То есть, может быть, не все золото, что блестит. И не все люди, которые говорят даже приятные вещи нам, которые нам радостно, душевно слушать. Но, может быть, они недостаточно с нами искренне. Поэтому искренность от начала до конца, как и честность с самим собой, так и, ну, где-то анализ рассматривает людей уже самих, отношения какие-то. Меняя микроскоп на бинокль вдали и вблизи, чтобы не было потом сюрпризов, понимаете, мои дорогие. Поэтому, когда мы куда-то не торопимся, то есть чего опасаться? Что мы просто на что-то согласимся. У нас не будет времени что-то просчитать. Поэтому импульсивность, она может помешать. Три главных события. В какой-то ситуации у вас, ну, как пауза или заморожена какая-то ситуация. И, правда, может быть, а в гостя-таки это четыре недели, так грубо говоря, и какую-то неделю вы будете отдыхать. С другой стороны, где-то нам карта говорит о чем. Именно в этой колоде. Если мы говорим про двери, то дверь, вот, по сути дела, этот куб, куда себя человек поместил нарочно, самостоятельно. Его никто не заставил опускаться туда и задерживать дыхание. О чем говорит нам карта? Что-то, вот, как человек хочет продемонстрировать. Может быть, у вас будет желание продемонстрировать каким-то образом свои качества, самого себя. Настоять где-то на своем. И карта нам тогда говорит, вот эта игра может перейти в опасность. Вот тут нашего расклада перевернулись. Карта 15-й старший аркан. Я об этом говорила. Не рискуйте собой. Хотя, я надеюсь, просто для большинства из вас, мои дорогие скорпионы, эта карта будет говорить об отдыхе еще в августе. Когда, ну, какие-то дела у нас как будто в стопоре находятся. Мы сами не предпринимаем пока ничего. Или для кого-то банально вы оформляете документы, и вам придется подождать. Чем дело кончится? Вот этот старший аркан повешенного. Но ведь это старший аркан, поэтому как-то события извне могут на вас тоже так влиять. Как будто приходится что-то подождать. Восьмерка Пентаклей. Вот интересно. Здесь тоже нам Восьмерка Земли. Это одна, по сути дела, карта выпадает. Что уйдет? Так вот, чем дело кончится? Восьмерка Пентаклей – карта профессионала. Значит, я могу предположить, правда, кто-то из вас может получить новую должность или завершить. Один какой-то, допустим, одну трудовую деятельность, перейти, переключиться на какую-то другую. Дело как будто не заканчивается, а продолжается. Но в каком-то новом ракурсе, в каком-то контексте. Или для вас, мои дорогие, для кого-то может быть действительно отдых. И поэтому просто как стоп работе, какая-то заминка или пауза вынужденная. Не просто вынужденная, как по обстоятельствам. Хотя я не могу этого исключать. И я надеюсь, что это именно пауза в работе в связи с отдыхом. А потом будет как раз что-то продолжаться, но в новом уже ключе. Чем же сердце успокоится? Вы будете наблюдать. Вы будете наблюдать. Может быть, вы поменяете как раз. Посмотрите ракурс. Если здесь у нас человек в этом кубе с водой, и он где-то с собой рискует. Вы, ну, иносказательно, не будете уже себя подвергать риску, но оставите пристальное внимание. В вопросах, то, что касается работы и денег. Значит, у кого-то из вас, ну, у каждого свой какой-то нюанс в этой ситуации, работа, деньги, или откуда к вам приходят деньги. Может быть, это как-то еще и связано с внешними событиями, обстановкой. Меня смотрят из разных стран люди. Или у кого-то из вас это может быть связано с тем, что вам нужно уделить внимание самому себе. И вы своего рода паузу берете. И так тоже. Но уже пристальное внимание. Если даже были какие-то иллюзии, мои дорогие скорпионы, точно они у вас тут как-то рассеются. Второе главное событие, как замечательно, четверка жезлов. Двери. Двери у нас закрыты, но нам показывают, что все, кто важен, они уже внутри дома. Они счастливы, радостны. Они все вместе. Это встреча с теми людьми, кто нас любит. Это те, которые нас поддерживают. Это по этой карте, это карта якоря, уверенности. Праздник после победы нам буквально праздник показывают. И пусть снаружи стужа, холод, а там внутри очень хорошо. Вот для вас будет очень важно, если главное событие, какие-то вопросы с вашей семьей, с семьей связанные решить. Или, может быть, решать-то ничего не нужно, а просто нужно отдыхать. И какие-то согласования, именно как переговоры с вашими близкими, такое тоже может пройти. Но в принципе, о чем нам говорят, если мы про главное событие, какой-то праздник, значит, какой-либо вопрос решается для вас очень хорошо. Когда вас это и вдохновляет, и главное, придает уверенности в завтрашнем дне. Ну и в сегодняшнем тоже. В чем-то вы победитель. Чем дело кончится? Есть риск заострять четверка кубков. Нам показан мужчина, который не делает ничего. Сидит напротив телевизора. Тут у него стоит бутылочка, что-то там какая-то. Миска уже грязная явно. И пачка чипсов. Все. И у него лицо такое кислое. Вот где-то мы можем раскиснуть. Чем дело кончится? Ну, видимо, отдых он предусматривается. Но какие-то вот вредные привычки, чтобы не перейти какую-либо грань. Или когда мы можем захандрить по этой карте и сказать себе, я ничего не хочу. И вроде начинается с праздника, а потом этот праздник переходит в какую-то минусовую ситуацию ожидания или какого-то отсутствия интереса к жизни. Вот такого быть не должно. Чем же сердце успокоится? Вот интересно, полярные карты. Праздник будет. И есть и люди, которые вас поддерживают. Но может быть, ситуация внешняя как-то быстро меняется. И она будет требовать от вас измениться вам самим. Может быть, придется куда-то отправиться. Согласовывать какие-то вопросы, документы. Поэтому это может где-то вас застать врасплох. С учетом четверка кубков и пятерки кубков. Посмотрите, как будто по нарастающей идет какая-то ситуация. Значит, у кого-то это будет связано, может быть, документы, как на ваше жилище. Или вы что-то захотите тут менять. Или какая-то еще обстановка. Сначала вас застает врасплох, а потом требует от вас быстрого принятия решений. И нам показана девушка на втором этаже. Она зовет на помощь. Карта четко нам дает понять, что на помощь никто не придет. Надеюсь, и сам на себя. И глядя на карту, нам понятно, нужно прыгать. Что ты ждешь, хочется сказать. Уже языки пламени подбираются ко второму этажу. Но она никогда не прыгала, и ей страшно. Вам какой-то вот именно как единственный выход. И вы будете его четко видеть. Что вам нужно или как вам нужно поступить по какой-то конкретной ситуации. Мои дорогие скорпионы. И скорее всего, это как альтернативный вариант. Вы раньше так не поступали. Какая-то реальность вас может поставить перед фактом. И хотя есть праздник. Может быть, это через какая-то новость, которая приходит через ваших близких, когда вы все вместе собираетесь. Или когда у вас вроде сильная позиция, но вам нужно либо укрепить свое положение или положение в обществе, или решить еще какой-то вопрос, конкретно, может быть, связанный с ремонтом. У кого-то и так проиграется. Все было нормально, собрался отдыхать. Возьми тут что-то, кран сломался. Ну, я, к примеру, иносказательно. И придется как-то вам быстро сориентироваться и думать, как решить этот вопрос. Вот это точно как-то по-другому. Третье главное событие, чего это может касаться вашей как интуиции, так и где-то нам карта Верховной Жрицы говорит о тайных знаниях. И правда, для вас даже планетарно основное испытание для Скорпиона – это уравновесить свои эмоции. Нет ничего невозможного. Вы со своей великолепной интуицией как раз можете буквально заинтересоваться, может быть, в августе будет время, оккультными науками, эзотерикой или какими-то духовными практиками, может быть, медитацией кто-то займется, кто-то займется йогой, ну, чем угодно. И вы достигнете очень больших высот. Это будет вам как очень хорошая подсказка, в каких случаях мне нужно нервничать, или вот как раз вы будете, знаете, более уверены. Вот есть какое-то ваше занятие, дело, которое для вас приносит не просто уверенность, а полную гармонию в душе. И это, опять же, планетарно. И в тему выпадает карта Верховная Жрица. Конечно, здесь может быть такая ситуация, когда тайное становится явным. Вот этот вот момент. Но где-то, если мы говорим про главные события, есть еще и тот пункт, когда вы тоже о чем-то не хотите рассказывать. Давайте немножко раскроем. Вы сами будете хранить тайну и анализировать причину и следствие. Чем дело кончится? Это старший аркан. Насколько тут кончится что-то? Еще один старший аркан – Колесо Фортуны. Знаете, мои дорогие скорпионы, берегите себя. Правда, все же я бы вам так сказала. Вот как и партнерские отношения, да, нам карты раскрыли. Будь внимателен, скорпион. Как и к импульсивным каким-то решениям. Потому что Колесо Фортуны тут как повезет. Хотя в этой колоде должно повезти. Но мы не можем на это опираться, ведь это в его величество случай. Да, может быть, действовать придется, но действовать, к примеру, продуманно, просчитанно. И контролируя и себя, и обстановку вокруг. Слушая, что говорят люди, и буквально вот интуитивно слыша, как растет трава. Да, вот есть такое выражение. Потому что по Колесо Фортуны будет вопрос, который вы не сможете отложить на потом. Но как действовать, это вам придется подумать. Может быть, придется кому-то переехать быстро куда-то. И это будет спонтанно, потому что обстановка такова. Иначе какая-то игра перестает быть игрой, превращается в опасность. Мои дорогие, я должна это озвучить. Поэтому держите руку на пульсе. Но где-то его величество случай вам помогает. Он вас освобождает от чего-то и открывает новые перспективы. Но мы можем так растеряться, потому что это же что-то новое, нам карты сказали. Или это то, как действия ваши, а вы прежде так не действовали. Чем же сердце успокоится? Успокоится. Вот это точно. Найдет Скорпион все выходы и входы, и выход из лабиринта, если нужно. И решит финансовую ситуацию. Это карта, я ее называю карта эгоиста. Девятка кубков. Ну вот каким-то эгоизмом может, конечно, успокоиться. Но это карта о финансах. Поэтому решить финансовые вопросы любого порядка у вас будет прекрасное время. И даже если что-то смотрится как патова, и я не знаю, где выход, вы его найдете в каких-то, опять же, совершенно альтернативных возможностях. Или это где-то через работу, или через дополнительный заработок. Вы, в принципе, остаетесь собой довольны, решая какой-то вопрос. Или более мудро подходя к какой-то ситуации. Или по колесу фортуны, когда вы правильно и вовремя примете какое-то решение. Слушайте интуицию, мои дорогие скорпионы, от начала до конца. Интересный период. Я не могу сказать, что, ну вот так расслабишься, несмотря на то, что выпадает карта 12-го аркана, которая как раз больше ориентирует нас вроде как не торопиться никуда. Да, торопиться не нужно в плане импульсивности. Но есть и события, которые в августе происходят, с которыми вам точно нужно либо разобраться, либо провести правильные параллели. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.